добрый вечер друзья вопрос у нас меня зовут вадим мне 27 лет пару месяцев назад переехал в петербург из небольшого города работаю сфере айти общий стаж работы почти 8 лет с 19 что так английский почти как родной о как начинал как веб-администратор небольшого автосервиса где поддерживал сайт и базу с данных базу данных с каталогом автозапчастей несколько лет работал в rgd в не железнодорожной системе так поддерживал внутренние системы по контролю локомотивов предрейсового медосмотра базы данных сейчас подошел к такой ситуации что уже устал от занятия специалистов поддержки сейчас переехав работаю в саппорте и чувствую что хочу заниматься тестирование так как есть навыки и кодинга и понимание работы множество системы технологий не могу сказать что я прыгать что программист я хороший об автоматизации она бесспорно потребуется но уже просто устал от текущего положения дел решил начать самостоятельно изучение инструментов с селениум как довольно несложное в освоении продукта это инструмент автоматизации в тестировании да еще да еще с внутренним javascript подобным языком параллельно все же возвращаюсь к java хотел бы попросить общие рекомендации по развитию в тестировании да и в отрасли в целом как сделать резюме тестера привлекательней не имея опыта в тестировании буду крайне признателен за любые советы давайте действительно действительно друзья я хочу сказать что люди устают со временем от того что они делают не обязательно все но вот некоторые устают я знаю людей которые в поддержке работали и и ход ну как-то утомляет да я знаю тестеров которые работали работали тестерем потом что-то их ну значит ломать стало и с программистами то же самое бывает то есть вроде и работаешь потому что деньги потому что надо семью задержать и так далее но как-то вот безрадостно бывает что касается тестирования значит тут я бы вот что сказал мысль о том что для автоматического тестирования ему нужно быть хорошим программистом эта мысль не совсем точно если сказать точно то есть два вида тестирования различные вот автоматическое тестирование такое как бы автоматизация того что называется black box черным ящиком не требует каких-то там навыков особых программирования то есть полным полно людей которые не программирующие в прошлом люди которые подхватили автоматизируют и вот наш герой как бы с этим его бэкграундом и так далее он среди них будет там суперзвездой есть тестирование которые делают реально программисты то есть надо быть программистом чтобы делать какие-то виды тестировать есть принципе люди так называемые white box тестеры то есть они как бы не именно программируют но они тестируют со стороны кода вот там api тестинг делают тестеры библиотеки всевозможные с дебаггером сидят значит там ошибки в коде находят находят это вот эти вот white box тестеры и они конечно получше должны кодировать или скажем там даже если они читают код то все равно они должны как-то хорошо разбираться на уровне того что проект делается там большим количеством людей и они все вместе работают и вот ты в этом кодик значит там находишь ошибки это конечно нам на порядок более квалифицированная работа чем допустим просто автоматизация но автоматизация сама по себе она сейчас такая стала знаете интересно если раньше автоматизировалась все на язычках встроенных в эти тест automation tool и вот там были язычки такие visual basic подобные или си подобные или можно было переключаться скажем а в силке можно было переключаться с си подобного на visual basic подобные и обратно вот что сейчас это все упростилось вот скажем селением он как бы изначально делался не для тестеров а для программистов которые хотят свой код тестировать вот как бы со стороны пользователя поэтому он поддерживает там десяток языков и там тебе и java и c sharp и байтон и там взять чё там вам нужно php значит все все там есть поэтому как он на каком языке пишешь на том пожалуйста и автоматизирую то есть вот вот такая интересная штучка и получается что некоторые слияния сейчас происходит люди которые делают автоматизацию допустим он делает автоматизацию пишет на джаве или там попроще там на пайтоне он пишет на питоне и он но если он уже пишет на питоне там или на джаве так он может еще какие-то вещи написать за пределами того что у него есть вот этот тест automation tool там selenium webdriver например да он может еще что-то раз он язык тоже знает тогда получается что он может делать какое-то тестирование уже но то что называется gray box да то есть она как бы расширение вот этого черного ящика когда ты не не добираешься до кода программного продукта но когда ты какие-то более глубокие дебри там арте структурные забираешься там например ты можешь писать какие-то программки маленькие которые анализируют лог файлы которые образуются при работе там серверов вот представьте себе что вы покупаете что-нибудь не знаю ну на каком-то веб-сайте вот вы что-то купили на амазоне пошли что-то купили а там у них и веб-сервер а у него свой лог файл и там аппликейшн сервер где вся логика крутится а там свой лог файл а вот а там еще база данных есть где значит там все это надо разыскивать по вашим запросам значит и там свой лог файл пати когда вы немножко знаете структуру и у вас есть доступ туда-сюда и вы можете там наш на нашели на перли на си шарпи на не знаю там на пайтоне там покопаться по этим лог файлам поискать какие-то там подозрительные вещи и так далее вот это gray box testing серый ящик но к чему я рассказываю что автоматизация в какой-то момент начинает сливаться с вполне приличным программированием и вот я недавно с несколькими парнями разговаривал которые преподают автоматизацию серьезную и они периодически ходят на интервью не потому что работу ищут а потому что хотят понять что происходит вот как интервьюируют и ходят они на позиции тестировщиков автоматизаторов таких хороших где платят там скажем 140 150 тысяч есть такие тестеры которые столько получают но дальше поскольку есть и программисты которые тоже столько получают что путь и что выходит что их уже интервьюирует просто как программист дают какие-то задачки там и алгоритмические и чистый код написать знаете ли там не знаю алгоритм пока по которому граф там какой-то там нарисует ему граф там как он будет этот граф обходить и так далее то есть это уже реально вот ну ну как бы смыкаются поэтому значит если мы говорим про молодого человека вот сейчас я я ухожу от общих рассуждений и перехожу к нему значит ему не нужно программировать так более-менее серьезно для того чтобы хорошо и добротно заниматься автоматизированным тестером хотя то что он там может джаву поднять там и тогда это очень здорово это очень здорово значит вопрос был ну давайте я так одним глазком еще раз гляну на его вопрос а то я так пока зарассуждался значит как сделать резюме значит давайте мы к резюме его вернемся тестирование обладает таким как бы свойством присутствия всюду вот там люди делают веб-сайт там есть тестирование люди с базами данных там что-то делает он там чё-то работан с какими-то базами данных которых шел учет того или учет этого он их поддерживал он может быть их там обновлял я не знаю что он с ними делал но каждый раз когда он что-то с ними делал была какая-то вероятность того что ничего сломает испортит он должен был проверить вот работает не работает не сломал ничего а это это опять тестирование есть тестирование которое в процессе разработки идет есть тестирование которое делается на предмет там не сломал чего во время эксплуатации такая стадия у софтверного продукта maintenance называется вот но суть в чем он должен был бы я считаю если ему действительно хочется понять как написать вот это резюме что ему нужно сделать ему нужно пойти на сайт part of . com в правом нижнем углу самое правое самое нижнее что он найдет на этом сайте на любой его странице там есть ссылочка называется там кири зимы или там как-то какая-то коллекция кири зима неважно он туда пойдет по этой ссылочке там не только киеве там их по 25 профессиям резюме и значит там есть категория там тестирование то есть он идет туда там 16 резюме каждый из этих резюме туда поставлено с учетом того что там есть много полезных буллетов то есть вот таких описаний того что делает тестер и он должен сесть не спеша так абсолютно без всякой спешки вот он читает один буллет и говорит только там есть разница есть буллеты в серии в разделе summary то есть как бы где в целом его квалификация как бы описывается и есть буллеты в разделе где он там позиция за позиции там работа за работой я написал что он делал на конкретном месте это два разных типа буллета их надо нельзя путать так вот и он смотрит вот там какой-то буллет и там написано что он я не знаю там участвовал в митингах на которых обсуждались вот такие 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 то вопросы и он говорит себе а я могу ли я этот буллет адаптировать к тому что со мной происходило вот допустим в этой компании где я занимался там не знаю в российских железных дорогах он работал что там делал вот этот пункт он может быть прямо ко мне не относится но может быть я могу как-то виды изменить его чтобы он ко мне относился идея какая-то там есть чтобы ее можно было вот я могу других митингах участвовал может это были не митинги может быть они были онлайн и вы может быть там обсуждались другие вопросы но это же не важно уже он садится и перерабатывает эту информацию своем мозгу и каждый буллет который там есть но не каждый ну почти каждый но даже если даже 20 процентов тех буллетов которые он там найдет каким-то образом у него кликнут у него появится добрая сотня этих буллетов пол сотни этих бультов а ему даже не надо столько ему нужно на каждую позицию где он был на максимум десяток ну допустим был на трех на трех позиции на трех должностях в трех разных компаниях ну вот тебе там 10 буллетов всего 30 общей сложности и чтобы просуммировать тот опыт который вот и там набрался значит ты еще 10 буллетов напишешь в самморе там хорошо пишу документ документацию там автоматизирует тестирование используя там вот это вот это вот это и так далее вот и вот тебе резюме шикарное шикарно если ты занимался чем-то кроме тестирования а он как раз занимался чем-то ну ты можешь это одной строчкой пустить в конце а то что касается тестирования вот у тебя будут все 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 протестирование а последний пункт ну заодно там участвовал в поддержке вот 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 и все вот и будет очень привлекательное резюме допустим он изучает сейчас селениум ну изучает селениум он наверное там на работе этого не делал хотя никто ему не запрещает сейчас вот он сидит сейчас на работе но остался там на час лишним или может быть из дома можно там взял написал авто написал там два десятка тест-кейсов а потом взял их и автоматизировал и сразу там пока он это все отладил пока там заработала какие-то мысли в голову пришли вот и пожалуйста написал что тестировал и так далее то есть он не должен быть что он исключительно только автоматизировал но так при случае автоматизировал на уровне поддержать разговор то есть все что ты в резюме пишешь ты должен быть состоянии поддержать разговор на эту тему иначе не пиши тогда вот вот собственно и все то есть написание резюме не не составляет особого труда это просто требует некоторого времени и некоторые внутренней такой работы когда ты себе говоришь я не буду копировать сам чужие какие-то куски которым я отношения не имею а я вдумчиво посижу и каждый кусочек который вот там написан я попробую к себе переложить и вот так и тогда у него все получится это займет время это может занять целый день он потом глянет на это через неделю и может быть чего-то выкинет или чего-то там добавит но вообще полировка резюме особенно если у тебя это резюме вот только создалось полировка резюме это вообще постоянная такая работа ты постоянно думаешь на немножко так тут подумал там но это такой непрерывный почти процесс а что я сегодня делал как это сказать когда у тебя резюме уже не меняется годами это тоже но это следующая станет когда-то придет к этому но вот а пока этого нет пока это его совершенствуешь шлифуешь полируешь вот вот это вот и есть такой процесс поэтому если те кто нас слушает у них какая-то другая там айтишная профессия приходите на тот же самый сайт там их 25 другое дело что я эти эти резюме не обновлял может быть лет пять поэтому там какие-то аббревиатурки может современные их там нету но дело же не в этом английский язык от этого не изменился значит подставь свои аббревиатурки если ты не можешь этого делать может быть и не надо вообще в этой профессии быть если вот проблема в том что там не говорят это устарело там эти резюме устарели это если copy-paste делать к себе без понятия конечно а если ты интересуешься как написать и тебе нужны идеи что написать чего вот вот она все есть она нового хуже не стало за это время так так мне кажется все наверное счастливо и успехов